А вы подумайте, а зачем, какого черта, сущность воплощается вновь и вновь в тело? Если все так прекрасно... Объяснивай... Нет, я понял вас вопрос, я просто отвечаю на вопрос, отвечаю на вопрос, продолжу. Дело в том, что ошибочное мнение, дело в том, что физическое тело до тех пор, пока сущность не выйдет на плену уровня развития, без физического тела развитие сущности невозможно. Поэтому, пока человек не прошел хотя бы планетарный цикл развития, вот при этом развитии, когда нарабатывает хотя бы несколько десятков тела своей сущности, материальных тел и прочее, ему физическое тело необходимо, уже без физического тела он не может получить потенциал, потому что однажды физическое тело является всеобразной энергостанции, то есть перерабатывает материю, которую мы поедаем, тот потенциал, который мы должны использовать в своем развитии. К сожалению, мы его не используем в большей части. Перерабатывает. Без этой станции невозможно развитие. Поэтому физическое тело не является примитивным, ненужным и так далее. Высокие раки бы не приходили, не воплощались в физическом теле, если бы это было ненужным для них. Потому что физическое тело позволяет, и особенно на уровне Земли, в силу, тут много объясняют почему, потому что много фактов затрагивают, но нет особое качество. Потому что то, что вот Земля, в жизни, когда выходит, качественно на уровне состояния, действительно, потому что наши клетки это четко проверяли. Ночами, днями Сварога. Это не просто день или ночь Сварога. Это что такое ночь Сварога? Это когда наша Земля, находясь на одной галактике нашей, на самом хвосте, при вращении, геологически попадает в зону действия пространства, 12-го весьма негативно, где опитает, так сказать, те темные силы паразитов Сталина. И вот последние тысячи восемь лет Земля, собственно, находилась в этих пространствах. И сейчас мы выходим из этих пространств. И меняются многие параметры своего планеты и Солнече системы в том числе. Понимаете? Но, опять-таки, вот тысяча с лишним лет мы были на вражеской территории. Не потому, что мы хотели, а то, что получилось так, что пространство такие движения галактии привело к этому. Так вот, человек не является червячком. Червячка вы на уровне того, что вы говорите, не увидите. Чакры, опять-таки, что такое чакры? Это антенна только нашего всего. И то изначально, да, я говорю это не теоретически, извините. Если человек правильно развивается, то, что мы удача, это ничтожная часть. Просто, если правильно преобразовать мозг, и вруцировать его, он позволит получать потенциал, самому создавать потенциал. И когда человек достигает этого, он именно выходит на уровень этого творца, который может создавать вещи, трудные для понимания в обычном состоянии. И это возможно и нужно делать. Просто пока люди будут думать, что они могут достичь, что только гребя под себя, ни черта человек не думается. Только человек отдавая, не то, что я снимаю себе рубашку последнего, но в этом плане, понимаете? А только человек работает, и работает, творит ради чего-то, не ради самого себя хорошенького, вот тогда возможно движение вперед. По крайней мере, я в этом убежден. Я не говорю, что это единственное возможности. Я не говорю, что это единственное возможности.